Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Недавно в Пермском крае прошел командный чемпионат Пермского края по русским шашкам. Мне довелось участвовать в этом турнире и мы с Владимиром Усть-Качкинцевым вместе в этом командном соревновании заняли первое место. Причем довольно-таки примечательный момент и я на первой доске занял первое место и Володя Усть-Качкинцев тоже занял первое место. Наградили нас такими медалями с георгиевской лентой, симпатичными кубок, симпатичный довольно-таки тоже, ну и диплом. И сегодня я хочу показать вам несколько партий с этого чемпионата, довольно-таки интересных. Первую партию, которую я хочу показать, я играл ее с Андреем Патрушевым, мастером спорта. Кстати, команда Патрушев-Дубровских заняла заслуженное второе место. Поздравляю! Жеребьевка дебюта выпала А3, А4, Ж7 на С5. Жеребьевка дебюта так называемая летающая шашка. Ну, на правом фланге у белых визуально шашек больше, то есть 7, а на левом 5. Поэтому хочется играть своим правым сильным флангом. Жеребьевка дебюта. Андрей ответил Б5. Ну, мне кажется, ход ФЕ5 более точный. Конечно, у белых преимущество изначально по дебюту, но тем не менее. Андрей ответил Б5. Я сразу же сыграл СД4. Видовая хода СБ4 из-за удара по затылку так называемому. Надо играть СБ6. БЦ3. Ну, Андрей все-таки продолжил развивать свой также сильный правый фланг. СБ4. АБ2 я тут же ответил. Гражу выиграть шашку ходом. ДЕ5 или ДЦ5. Надо уходить. БА3. Теперь у белых было два плана. Можно было поменяться. ФЕ5. Вот с таким разменом. Ну, тут преимущество у белых небольшое, так скажем. Гораздо сильнее сыграть было именно ДЕ5. Вот я так и сыграл. Поменялись, поменялись. У черных разбитых правый фланг. Белые еще ходом ФЖ3. Еще более усиливают давление на их правый фланг. Ну, единственный план был ДЦ5. И здесь, как показала программа, лучший ход был за белых ДЦ3. Вот такой корявенький вроде ход. Возможно, там еще потом с ходом ЕД2. То есть, белые пытаются... У них сейчас 7 шашек на правом фланге. На левом всего 3. Поэтому они пытаются перебрасывать. Вот именно этот план и являлся сильнейшим за белых. А если, допустим, уже играть БЦ3, то ЦБ4, затем ДЦ5. И черные разменом назад уже ослабляют фланг белых и прорываются в дамки. Андрей тут ошибся. Сыграл АЖ5. Провел комбинацию, но она проигрывает. Ну, так, естественно, не надо бить. Я аккуратно побил на А6. Андрей отдал вторую шашку. Затем 4. Побили. Черные прорвались в дамки. Получается, за 2 шашки. Но белые тут же их ловят. Дамка черных гибнет. И оказывается, что у белых 6 шашек, а у черных лишь 5. Поэтому... Ну, тут Андрей немножко посопротивлялся и в итоге сдался. То есть, как видим, уже черные с самого дебюта испытывали трудности. Все-таки я считаю в этом дебюте... Вот давайте рассмотрим вторую партию. Партия Патрушев-Бурылов. Надо играть по-другому. Андрей сыграл уже Ф4 также. Ну, я считаю, это сильнейший ход за белых. Я ответил ФЕ5. То есть, если уже, допустим, ФЖ3, то уже может сыграть, допустим, Б5. Ну, особых проблем я тут... Или даже... Ну, да. То есть, особых проблем тут черные не испытывают. Андрей тут же отреагировал. Разменялся. Б3. То есть, ход АЖ7 уже невозможен. Из-за ЕД4. И белые оказываются в дамках. Ну, ход возможен, конечно, Е6. Но после такого размена, тоже неприятного. Видите, у черных застряла шашка на А3. У белых слабостей нет. Поэтому так играть не хочется. Так. Поэтому я сыграл по-другому. Так. Ж4, ФЕ5, Б3. Я сыграл Б5. Андрей разменялся. СБ4. Ну, здесь, если АБ6 играть за черных, то Б5. Б7. И уже как-то ФЖ3 смотрится неприятно. И белые тут... Черные, вернее, не могут уже меняться на Д4. Потому что ход ЖН2. И белые грозят выиграть эту шашку на Д4 у черных. Поэтому остается играть только... АЖ7 также невозможен. Из-за ЕД4 остается играть только ЕФ6 в этой позиции. Андрей правильно сыграл ЦД2. Я во время анализа, после окончания партии, предложил АБ2. АБ2 этот ход проигрывает. ФЖ5, АЖ7 и ФЖ7. Вот такой симпатичной комбинацией. Кстати, похоже на комбинацию из дебюта косяк. Черные побеждают. Затем спокойненько переводят на Ж7 и на Ф8. Дамку прячут ее и выигрывают. Поэтому такой ход не был возможен в данной позиции. Ход АБ2 невозможен. Надо играть ЦД2. Сильнейший вариант. И здесь я сыграл ФЕ5. Но Андрею надо было играть ФЖ5. И окружение за белых проходит. То есть, АЖ7 уже не пойдешь. Нельзя как-то... Ну, я хотел как-то ЕД4, что ли, сыграть. Но здесь позиция у белых приятная. Окружение проходит. Можно как-то АБ6, БА5. И тоже либо ЕД4, либо ЦД4. Ну, неприятная позиция за черных, сразу скажу. Андрей тут, я считаю, сыграл не точно. То есть, он на ход ФЕ5 сыграл ЖН2. Разменялись. Ну, и здесь уже у черных появляется размен ДЕ5. Проблем нет. Ну, то есть, можно и так бить, и сюда. В принципе, особых проблем у черных нет. Ну, Андрей побил сюда, и сюда. Белые и черные подтягивают отсталые шашки. Здесь я нашел план уравнивающий. Игру за черных. Все-таки белые ближе к центральным полям расположены. То есть, если БЦ5 играть, допустим, уже ход появляется за черных ФЕ7. ДЦ3 нельзя. Из-за ЕД6. И белые остаются без шашки. То есть, ФЖ3 также невозможен из-за ЕД6. ЕФ4 тоже невозможен из-за ФЖ5. То есть, как-то ЕД2 уже надо играть. Ну, честно говоря, после ЦБ6 позиция проигранная за белых. То есть, играть нельзя. Никак. Поэтому, белые здесь благоразумно разменялись. ДЕ5. Побили, побили. Ну, я предпочел на поле Д6 разменяться. Андрей тут тоже задумался немножко. Затем разменялся на Ц5. Тут я тоже подумал. Ну, сильнейший размен, конечно, ЦД6. И в этой позиции уже равная позиция. Ну, может быть, на полкопейки у белых лучше. То есть, обе стороны подтягивают силы. И не давая, допустим, выйти белым, ну, чтобы потом разменяться, как-то неприятно. Тут я уже не успевал просчитать позицию. Залез ЦИКНОВ. Два раза было всего. Оставалась одна секунда на партию. Тут я ошибся грубо. Сыграл ДЕ5. Тем не менее, можно было сыграть и ФЕ5. И тут проблем у черных нет никаких. То есть, надо белым назад меняться. А если так, то так. Ну, и позиция ничейная. А после хода ДЕ5 у Андрея был выигрыш. То есть, нападаем. Отходим. Вот такой ход не вел к выигрышу. Ну, мы оба, похоже, видели вот это вот. А вот, ну, из-за хода ДЦ3 ничья есть. А если, допустим, белые бы разменялись, то они выигрывали партию. Вот это мы оба с Андреем, конечно, не заметили. АБ6, ЕД2, БЦ5, ДЦ3. Надо жертвовать. ХЖ5, ФЕ5. Ну, и белые тут побеждают. Можно поставить дамку на Ф8. Можно даже на Х8. И после ФЕ3 вынужденного. Самое главное не играть дамкой на Д4. Потому что ничья у черных есть СБ4. Можно аккуратно сыграть СД4. И белые проводят три дамки, строят треугольник Петрова и выигрывают эту партию. То есть, друзья, видите, даже в простеньких позициях, на первый взгляд, надо сохранять спокойствие. Андрей тут разменялся в партии. Я вышел в центр ФЖ3, АБ6. Ну, и тут после ДЦ3, БЦ5, ЕФ4, СД4 мы заключили мир. Вот так я выиграл Андрея Патрушева, команда которого заняла второе место. Заслуженно. Так, следующая партия с Алексеем Астафьевым, шашистом из Кунгура. Выпал следующий дебют. Белая шашка С1 летит на А6, а черная А6 на С5. Ну, сразу говорю, довольно-таки страшный дебют, кажется, за белых. Непонятно вообще, как играть. Но ход вынужденный. СБ4. Первую партию я играл белыми. Черные напали. Б5. Я сыграл Ж4 и разменялся на Б4. Ну, двойной размен плохо было бить. Там практически форсировано. Белые получают, похоже, проигранную позицию. Поэтому лучше бить на Б4. Здесь Алексей сыграл СБ6. Я пошел ФЖ3. Ну, если, допустим, играть черным Б5, то я уже ЖФ4. И после размена у белых есть определенная контр-игра. То есть связали фланг черных. Все-таки контр-игра есть. Поэтому Алексей напал здесь. Вышел в центр ФЕ5. Я здесь разменялся назад. И Алексей напал Б5. Ну, также белых есть здесь план. Практически уравнивающий игру. АЖ3. Поменялись, поменялись. И я разменялся ЕД4. Ну, рано или поздно все равно она будет меняться черным. Поэтому Алексей первым ходом разменялся тут же. Я подтягиваю отсталые шашки. Алексей также. АЖ7, ЕД2, ЖФ6. Тут я чуть, друзья, не ошибся. АБ4 не сыграл. Можете поставить видео на паузу. Посмотреть, как могут выиграть черные. Простейший ударчик. В самый последний момент заметил. Все-таки, понимаете, иногда позиционно ищешь сильнейший ход. И зачастую выпускаешь простейшие ударчики. ФЖ5. И после боя белых черные прорываются в дамки. И снимают пять шашек белых. Ну, последний момент заметил все-таки. И сыграл ЖФ2. ЕД6. ВЦ3. ДЦ7. Здесь я пошел ФЕ3. Ну, здесь Алексей сыграл ЦБ6. Я сыграл ЦБ4. Здесь он мог сыграть и Б5, и БЦ5. Б5, наверное, мне кажется, более точный ход. После ДЦ3. БЦ7 все равно рано или поздно белые разменяются. Допустим, так, так. Так, так, так. Ну, и тут позиция ничейная. Либо сюда, либо сюда. Либо так, либо так. Позиция ничейная. То есть, никакого преимущества нет ни за одной из сторон. Алексей здесь, я считаю, сыграл... Ну, кстати, в принципе, и здесь еще ничья есть. Он сыграл БЦ5. Я ответил ДЦ3. И белые уже как-то охватывают центр черных. Последовало БЦ7. БА5. Размен уже невозможен за черных. Из-за хода ЕФ4. И белые выигрывают шашку. Поэтому надо играть ЕФ7. СБ4 последовало. Здесь у Алексея еще была ничья. Но он грубо ошибся. Вроде бы кажется, что у черных центр должно быть лучше. Но, тем не менее, это уже не так. Была ничья. После хода ФЖ5. И нападение ЕД4. Белым надо уходить ЖС4. И бить на поле Б8. То есть в этой позиции черным также надо уходить. Ну, если черные проведут две дамки. То есть это ничья. Еще и плюс шашка. А если белые отдают дамку и проводят сами дамку, то черные отсекают белых по нижнему двойнику. И белые не могут вытеснить их с двойника, не потеряв большую дорогу. Но это ничья. Тем не менее, Алексей не увидел этого варианта. И сыграл ЕД4. Не рассчитал все последствия. Я тут же ответил ЕД4. Это уже позиция выигранная. За белых. То есть уже таких каких-то вариантов нет. Видите. Белые побеждают. То есть он сыграл ФЖ5. Я пожертвовал шашку. И прошел в дамки. Ну и в этой позиции у черных нет никаких шансов. Алексей еще пошел ЕД2. ЕД2 я побил. Сыграл ЕД4. Ну и после Ж на Д4 хода, в принципе, черным можно сдаться. То есть, если, допустим, играют даже сюда, то белые могут побить три шашки. И после хода ФЖ1 снять последнюю дамку черных. Позиция выиграна. Вот так я выиграл первую партию у Алексея Оставьева. Команда которого заняла третье место. Так, кстати, тоже поздравляю. И вторая партия с Алексеем. Я уже играл черными. Восседал, что называется, благодушно. Алексей сыграл Ж4. Ну, хочется сыграть Б5. Все-таки черные атакуют. Фланг белых. Алексей разменялся. Естественно, одинарный размен. Здесь я пошел ФЕ5. Последовал ФЖ3. И сыграл ЖФ6. Алексей, по-моему, сыграл БЦ3. И я сыграл ЦБ6. Ну, на что играет Алексей. Ему показалось, что вот эта связка выгодная за белых. И он разменялся назад. В первой партии я видел вот эти могущие возникнуть варианты. Поэтому не стал так играть за белых. Все-таки связка, рано или поздно, она становится невыгодной. И вот сейчас я вам покажу, почему. БА5 я сыграл. Алексей АЖ3. Я сыграл АЖ7. ЖФ4. АБ6. Точный ход. Ну, что добиваются черные. То есть белые, рано или поздно, ломают свою колонку. Вот эту вот. Ж1, Ф2, Е3. И черные выходят в центр. Если теперь, допустим, меняться. СД4 белым. То после хода БА7 позиция очень неприятная становится за белых. Скорее всего, она проигранная. То есть, тут шашек много на правом фланге. На левом шашки практически отсутствуют. Кроме того, нет важной шашки на С1. Алексей разменялся назад. Я сыграл ЖФ6. Опять у Алексея проблемы. Колонка ломается. Он сыграл ФЖ3. Я сыграл ФЕ5. Ну, тут уже необходимо было меняться СД4. Алексей пошел ЕФ2. Ну, рассчитывая, видимо, что я пойду как-то ЕФ6. Ну, тут есть хорошая жертва. За черных, и они побеждают. ЕД4 последовало. Белые побили. Я побил. То есть, видите, я пожертвовал шашку. И сейчас поставлю рожон на поле С3. АСЖ5 побили. Ой, ЖС4 и АСЖ5 Алексей сыграл. Тут я рассчитал все варианты и спокойненько разменялся на Ф6. Еще последовало в партии ФЖ3, БА5, ЖФ2, АБ4. Хороший ход. ЖС4, ДЕ5. ФЖ3, ДЕ4. Ну, в принципе, здесь уже можно было сдаться. Алексей еще пошел ЕФ4 и позволил мне провести симпатичный ударчик. АБЖ5, ЕД4. И черные проходят в замки и побеждают. Вот такая интересная партия. Победил. 2-0 получается. И последняя партия на сегодня хочу показать с молодым шашистом по фамилии Соколов. Не знаю, лет 15 ему, наверное, может 16 максимум. Выпал следующий дебют. Белая H2 летит на С5. Черная H8 летит на H2. В этой позиции я сыграл ЖФ4. После разменов. Белые захватывают центр. Черные окружают. ФЖ5, ДЕ3. ЖФ6, СД4. ЖХ4, БЦ3. ЦБ6, СД2. Но белые грозят разменяться на фланге. То есть грозят тут уже, по сути, выиграть. Ну, хочется сыграть ФЖ5. Последовало АБ2. ДЦ7. БА3. ЕФ6. Неплохой план избрал молодой шашист из Кунгура. Он теперь не дает мне хода, допустим, ДЦ3. На что последует выпад ФЕ5. То есть так бить нельзя. Белые остаются без двух шашек. А если белые бьют сюда, то черные выбивают шашку Е3 белых. И проходят в дамки с победой. Поэтому следующий ход белых вынужден. Я сыграл ФЕ5. И молодой кунгурец разменялся назад. Я пошел ЦБ4. Но у меня, видите, ходы все вынуждены. Тут размен также за черных не проходит. Из-за связки БА5 с выигрышем белых. Поэтому ход ЦД6 у черных вынужден. Я разменялся назад. Также вынуждено все. Здесь я считаю, что надо было меняться ЖФ4. Ну и постепенно позиция уравнивается. Молодой шашист из Кунгура не нашел этого варианта. Он сыграл ЕД6. Я считаю, что это уже не точность. И серьезная довольно-таки. ЦБ4. Здесь уже, как видите, ход ЖФ4 невозможен. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти возможную комбинацию белых. Белые проводят симпатичную комбинацию. ФЖ3. ДЕ5. И ДЕ3. Ну и как бы черные побили. Либо так, либо так. Белые остаются с лишней шашкой. Ну и конечно побеждают. Поэтому надо было все-таки до этого момента разменяться. А сейчас уже такой размен невозможен. Поэтому пришлось черным меняться. БЦ5. Последовало ДЕ3. И вот тут уже черным надо меняться. Можно было, конечно, сразу же разменяться. Но этот размен не приносил мне никаких выгод. Поэтому я жду. Играю в Е3. ФЕ5. Ход уже невозможен из-за ЕФ2. И затем будем бить. Поэтому ФЖ7. ЕФ2. Ж6. Ну и здесь также ЦД4. И размен не ведет к особому преимуществу. И белые, и черные взаимно прорываются в дамки. Поэтому так играть бессмысленно. Поэтому я сыграл Б5. Вот здесь у черных была единственная ничья. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ее. Но, к сожалению, к счастью даже, скорее для меня, шашист, играющий черными, не нашел ее. Последовало БС7. И после ЦД4, ДЦ5. Ну, по сути, тут уже можно сдаться. Ну, то есть, три шашки бить нельзя. Потому что черные прорываются в дамки. Я аккуратно побил назад. Ну, и после ЦБ6, ЦБ4. Тут можно уже сдаться. Что и произошло. То есть, все-таки надо было сыграть. А Ж5 еще можно было, как кажется, сделать ничью. Но, тем не менее, это проигрывает. То есть, ЕФ4 не надо играть. Потому что черные нападают. И тут ничья. У белых никаких шансов на победу нет. А был хороший план. То есть, нападаем. Черные вынуждены уйти. Временно жертвуют шашку. А теперь уже белые прорываются по флангу черных. И в этой позиции, скорее всего, уже нет ничьей. То есть, если ЕФ4, то мы прорываемся в дамки. И нападение ЖФ2 невозможно. Из-за ЖХ8 с выигрышем. То есть, а как играть еще черным? Так. Если ЕД4, то АЖ7, ДЦ3 и ЖФ8. И грозим отдать шашку и выиграть. То есть, в этой позиции, скорее всего, она проигранная за черных. Но, тем не менее, ничья еще была. Точный ход ФЖ5. Теперь, если белые нападают СД4, то черные еще один точный ход ЖФ4 делают. Сюда бить нельзя. Из-за того, что черные прорываются в дамки. Надо бить сюда. Теперь черные бьют сюда. Белые сюда. И черные бьют на Ф4. Вот в этой позиции есть ничья за черных. То есть, если меняется, просто идет взаимный прорыв в дамки ничья. А если, допустим, белые играют АБ4, ну, может сыграть, допустим, ФЖ3. Напали, отошли. АБ6. Ну, уже тут можно, допустим, пожертвовать за черных. И напасть. Отходить. Допустим, если белые отходят, то черные уже тоже прорываются в дамки. Но это даже скорее выигранная позиция. Тут лучше за белых отдать шашку и пойти в дамки с ничьей. Вот, друзья, такие интересные партии были сыграны на командном чемпионате Пермского края. Который мне посчастливилось выиграть вместе с Владимиром Уськачкинцевым. Если вам понравилась партия, поставьте лайк, подпишитесь на канал. В следующем видео я разберу интересный дебют С1А6, А6 на С5. Там есть очень много подводных камней. И все-таки, вроде бы, кажется, что у белых полупроигранная позиция. Тем не менее, у них есть довольно-таки интересная контр-игра. Покажу как раз вот разработки, которые я смог найти с помощью компьютерной программы Тоша. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok